На Рогачевскую землю Анастасию Василевскую привело ожидание быть побочью с мужем. Девчина скончила Гродненский медицинский университет и по метовым накировании была размиркованная у Лоевскую ЦРБ урачом-психиатром-наркологом. Але у мая отбылась долгочеканная подея. Веселье. Да его счастье было недолгим, бо муж працуе у соседнем районном центре. Начала звонить в ГУЗО, писать, что собирать, как перераспределиться. Ну и получилось так, что мне ответил представитель ГУЗО о том, что да, так можно. То есть у меня муж в ОВД работает, получается, и все готово, все можно. То есть, пожалуйста, только приходите, напишите заявление. Я пришла, написала это заявление, и по итогу получила отказ. Обратилась за юрпомощью, мне сказали, что вообще изначально этот процесс надо начинать с моего непосредственного университета, который создает комиссию. Я обращалась в ГРГМУ, мой медицинский университет. Ну, там одобрили сразу все, сказали без вопросов. Все, отправляем ваш пакет документов на согласование в Минздрав. Минздрав снова отказал. Вот, то есть и началась канитель. В той выпадок, коли питание ушмата, вось отказы потребно доставать с подземли. Анастасия признается, что самой отвоевывать право быть счастливой с Квадана, але побачь за все дымама. Узброившись вытремками законодавства, Алина Матвеевичек, разом с дачкой на порозе Рогачевского райвы Конкамам. Речица и Лоев находятся на территории Гомельской области. Муж военнослужащий, получается, работает в Министерстве внутренних дел, значит, милиция. Вот, по закону она должна быть распределена при наличии мест по месту работы мужа. Речицкая центральная районная больница дала гарантийное письмо, в котором написала, что она трудоустроит мою дочь туда. Поэтому, но ГУЗО не отпускает, ссылаясь на то, что нету врачей в Лоевской центральной районной больнице. Вот, но так как закон четко в законе написано, значит, мы с этим вопросом и вышли. Помощник президента Досканава выучая ситуацию и переконывая, что пытание будет выражено у рамках законодавства. Эти же вопросы, я же знаю, что они в любой организации, они в соответствии с законом, они же решаем в соответствии с кодексом образования. Прямо таки пропишите пункт шестой. Опираясь вот на эти, значит, пункты, все-таки и в соответствии с заключенным договором о целевой подготовке специалиста, значит, пусть они вот эти два документа воедино, да, как говорится, рассмотрят и дадут свое заключение. Варто разуметь, что у районах так само живут люди, яким потребна допомога. И отправить всех у областные центры так само не вариант. У речи цида, прикладу, хапая урачов-психиатров-наркологов, а вот у Лоеви – неводного. Тому для Анастасии могут пропоновать альтернативу – вахтовый метод. Мы изучили все материалы дела, мы, конечно же, будем идти в рамках правового поля, еще раз изучим документы, посмотрим нашу возможность. С учетом того, что сегодня нет врачей-специалистов в Лоевской ЦРБ, будем пока решать вопрос с вахтовым методом. Сегодня в Гомельской области есть необходимая потребность во врачах-специалистах, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Малые районы есть, где нет узких врачей-специалистов. Психиатры, нарколога, невролога, офтальмолога, отоларинголога. Поэтому приказом по управлению здравоохранения мы прикрепляем врачей областных учреждений, где есть эти специалисты, районов, где есть эти специалисты. Направляем по две, от двух недель до месяц. Кроме этого, помощникам президента было разгляджено шарах питаний, связанных с разными видами деянности. Усеяные, взятые на контроль и отказы по кожным будут дадены оптимальные термины. Татьяна Пемененкова, Сергей Жиленко, Телерадоя, компания Гомель.